Каждое утро небольшой транспорт пекарни Манукян загружается свежим хлебом с добной выпечкой и едет к своим покупателям на разные расстояния. Когда за 10 километров, а когда и за 50. В неделю посетит 25 малых деревень. Там, где нет стационарных магазинов, продавцы хлеба на колесах всегда желанны. Нам сейчас очень хорошо. Нам привозят хлеб, продукты некоторые первой необходимости. Мы здесь покупаем. Ну уж если надо что-то другое, ну там промышленные товары какие-то, мы в армезон едем. В каждой деревне место торговли обговорено с людьми, чтобы всем было удобно. Ну а если по пути, то доставка главного продукта стола прямо ко двору. Какой Ны Садыковой. Женщина для большой семьи берет сразу по 10 булок хлеба. Удобно тем, что подставляют всегда все. Хлеб свежий. Хлеб очень вкусный. Нам очень нравится. Все семьи нашей. И мы на протяжении, наверное, уже 2-3 лет пользуемся этой продукцией. Именно вот хлеб Манукьяна. Аршак Манукьян разводит хлеб вместе с братом. Распланировали маршруты и работает на колесах через день. Считает это не только выгодным, но и хорошим делом. Когда особенно хлеб вкусный, это кушают, хвалят, всем нравится, самому нравится. Аршак живет в Армезоне почти 10 лет. В 16-м году решил заняться семейным хлебным делом. Поначалу производили национальную выпечку – лаваш, матнакаш. А потом попробовали и хлеб. Дело пошло. Поток покупателей увеличился. Взяли суды через областное инвестагентство в размере 3,5 миллионов рублей. Выкупили производственный цех, наладили оборудование. А еще на муниципальный грант приобрели хлеборезку, упаковочный агрегат и духовки. Каждый день Югабар вымешивает по тысяче будущих булок хлеба, собственноручно. Ведь хороший хлеб – это не просто кинуть кусок теста в форму и запечь. Надо докрутить. Когда перекручиваешь, уже она и красиво ложится, и она после выпечки уже, ну, как сказать, не крошится. Ну, хорошо, чтобы красиво было. На пекарне «Манукян» работают всей большой семьей и практически круглосуточно. В ассортименте 15 наименований хлеба и выпечки. В месяц производят по 10 тонн продукции. Наладив хлебобулочное дело, Аршак задумывается о мясном производстве. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей. Продолжение следует...